Всем доброго времени суток! Пользуясь тем, что у нас можно купить сейчас свежайший и очень ароматный базилик, я готовлю соус песто на этот раз с вяленными помидорами. И это уже третий рецепт соуса песто на моем канале. Поэтому, если вы любите этот соус так же, как люблю его я, готовьте его со мной, готовьте с удовольствием. А это уже готовый соус песто с вяленными помидорами. Получился он, как всегда, превосходно. Очень ароматный и вкусный. Жаль, что только он очень калорийный. На мой взгляд, хорошее утро должно начинаться с чашечкой кофе и хрустящей булочкой с соусом песто. Ну, а для приготовления этого вкуснейшего соуса мне понадобится свежий и ароматный базилик. Для рецепта я буду использовать одни листики, очень нежные. Листики петрушки. Кедровые орешки. Обязательно прогрейте их на сковороде, чтобы они начали отдавать аромат. Также вяленые помидоры. Я взяла 80 грамм. Можно взять и 100 грамм. Будет вкуснее. А также чеснок, пармезан и оливковое масло холодного отжима. Ну и также соль. Все ингредиенты я измельчаю. Чеснок раздавливаю ножом и режу на мелкие кусочки. Листики тоже соединяю и мелко нарезаю. Все соединяю в одной чаше. Сюда же добавляю прогретые на сковороде кедровые орешки. Прогреть надо обязательно. От этого соус только выиграет. Вяленые помидоры тоже нарезаю. Пармезан натираю на очень мелкой терке. Добавляю пармезан и вяленые помидоры. К остальным ингредиентам слегка подсаливаю. Не пересолите, так как пармезан сам по себе соленый. Добавляю половину заявленного веса оливкового масла. И все это перебиваю погружным блендером. Вы можете больше измельчить соус. Это кому как нравится. Я же люблю чувствовать в соусе кусочки кедровых орешков. Поэтому сильно не перетираю ингредиенты. В готовый соус я добавляю оставшееся оливковое масло. И хорошенечко перемешиваю. Перекладываю соус в чистую стерилизованную баночку. И готовый соус может храниться в холодильнике до двух недель. Если вы никогда не пробовали соус песто, обязательно приготовьте. Я не сомневаюсь, что вы его полюбите с первого кусочка. Ну а если это ваш любимый соус, попробуйте приготовить его с вялеными помидорами. Это очень вкусно. Готовьте легко и с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok